Шеф-редактор Спутник Литва рассказал подробности задержания в Вильнюсе Медиавойна Шеф-редактор Спутник Литва рассказал подробности задержания в Вильнюсе 19 часов фото Страница Марата Касимовы Инстаграм-даш Редактор Спутник Литва Марат Касим Фото Страница Марата Касимовы Инстаграм Шеф-редактор Спутник Литва Марат Касим Москва 28-го Мария Новости Шеф-редактор Спутник Литва Марат Касим рассказал подробности своего задержания в аэропорту Вильнюса с формулировкой угрозы национальной безопасности. Как сообщил журналист, возле пункта пропуска на границе, где сканируют паспорт и лицо, завис сканер, к нему подошли пограничники и попросили показать вещи. Перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка, сказал Касим. Затем к журналисту подошел другой человек, который, по его мнению, является сотрудником Департамента государственной безопасности и начал задавать вопросы о деятельности журналиста, о том, планирует ли агентство открывать представительство в Литве, как находят контакты спикеров, кто из граждан Литвы работает в Вильнюсе. 7 мая, 15.12. Facebook в четвертый раз удалила аккаунт шеф-редактора Sputnik. Латвия, естественно, я сказал, что контракт нам не разрешает открывать такие вещи. Говорили также про президентские выборы, насколько они нас интересуют, откуда мы взяли контакты людей, которые давали интервью. Ну и прозвучала фраза, запомните, Sputnik, а здесь не будет, отметил Касим. Журналиста продержали в аэропорту с 10 часов до 16 часов. Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы. Word. Полностью переворошили все содержимое. Потом впоследствии мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили. Марат Касим. Касим рассказал, что в помещении, где ему задавали вопросы, стояла видеокамера, пользоваться телефоном было запрещено. В течение всего времени журналист не ел, а воду давали только из-под крана. 17.20 постпредства России при ОБСЕ осудила задержание шеф-редактора. Спутник. Литва Касима выдворили из страны с запретом на въезд в течение пяти лет. Представители властей заявили журналисту, что если он уволится с работы, то срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть. В постпредстве России при ОБСЕ задержание Касима назвали очередным примером грубого нарушения прав СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и АТИ Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что Касим занимался исключительно журналистской деятельностью. Власти балтийских стран неоднократно пытались помешать работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи притеснений СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова. 29 апреля, 2054 Спутник Эстония проверила на себе новое состояние свободы слова.